Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На телепроекте произошла очередная потасовка между Сашей Гозия с Настей Иванкиной и Сашей Харитоновой. Она произошла из-за того, что Настя и ее молодой человек Никита пытались самовольно заселиться в комнату Рапунца и Дмитренко. Правда, после осуждения коллективом они сдались. Тогда Харитоновой и Гозиас решили им помочь и начали собирать вещи Насти. Но Иванкина помощи не оценила и набросилась на девушек. Настя написала, что мы отстаиваем свое место под солнцем, чтобы быть всегда рядом и строить настоящие искренние отношения. Татьяна Африкантова продолжает настаивать на том, что голосование в конкурсе «Человек года» было нечестным. И она просит всех подписчиков, которые присылали ей скрины и доказательства этого, быть свидетелями на проектном суде. Африкантова старшая пишет «Это мне необходимо для восстановления справедливости. В настоящее время меня обвиняют в клевете по поводу результатов голосования и победы Ольги Ветер. Мы с вами будем выступать свидетелями». Татьяна Владимировна с мужем все-таки остались на проекте. Женщина пишет «Марина с Андреем освободили нам на втором этаже маленькую и уютную комнату. Андрей в хорошем настроении ходит, весь активный такой. Подарил мне букет роз, белых и Марине, готовит еду и угощает нас». Валера Блеменкранц не выполнил свои угрозы и проект не покинул. Хоть он недавно расстался с Татой Абрамсон, но они не упускают возможности зацепить друг друга, постоянно ругаются. А вчера Валера вернулся на поляну в 8 утра, и он рассказал, что у него был интим в туалете клуба с неизвестной девушкой. Ваня Барзиков публикует фотографии из Таиланда, где он находится сейчас. «В годы вашей жизни живите», – написал Барзиков. «Не ставьте на себе крест, не ходите с кислой физиономией». Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко получили долгожданный выходной. Рапунцель пишет «Весь день гуляли по Москве и, конечно же, по магазинам. Мы остановились в гостинице. Ни забот, ни хлопот, мы кайфуем, имеем право на это. У нас первый выходной за 8 месяцев». Андрей Черкасов признался в любви к своей собаке Моне. «Я обожаю всех собак, это удивительное создание, но одну я люблю больше всех, и это у нас взаимно. Мы с Моней сроднились. И хотите, смейтесь, но я ей не хозяин, я ей папа». У Лисковец и у Феди Стрелкова тоже появился малыш. «Познакомьтесь, это Лайт», – пишет Кристина. «Сегодня в нашей маленькой семье пополнение». Саша Артемова и Женя Кузин хотят купить автомобиль для Саши. «Сегодня ездили в салон Лексус», – пишет Артемова. «Влюбилась в эту белую красавицу». Надежда Ермакова тоже хочет купить машину и обучиться вождению. «Настал момент мне получить права и купить машину», – пишет она. «Это не роскошь, а средство передвижения. На одних такси разориться можно. Если все как-то освоили науку вождения в Москве, думаю, и я смогу. Не совсем же я блондинка». Вика Романец рассказала, что надо делать, чтобы подписчиков в соцсетях было больше. Сейчас на ее страницу в Инстаграм подписаны полтора миллиона человек. «Подписчиков нужно удивлять», – пишет Романец. «Я регулярно завожу новые знакомства с разными представителями шоу-бизнеса. И о наших встречах рассказываю читателям. Я пользуюсь специальной программой, которая подсчитывает прирост аудитории. Когда я была на проекте, в день на меня подписывались около 2000 человек, а сейчас – около 7000. Нужно не упустить эту волну узнаваемости и постоянно напоминать о себе». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, Инстаграм и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.